здравствуйте уважаемые слушатели друзья сегодня у нас тема юридическая терапия простудных заболеваний и мы коснемся вопроса опыта практического применения аппаратно-программного комплекса веда пульс но меня зовут александр семеряшка я специалист по оценке функционального состояния здоровья при помощи комплекса диагностики веда пульс и специалист по юридическим методам оздоровления занимаюсь я этим этими вопросами более 12 лет и все это время я в общем-то применяю комплекс веда пульс но основные направления моей деятельности консалтинг в области оздоровления имеется ввиду там очные удаленные консультации по аюрведе проведение а юридических оздоровительных процедур но и какая-то работа такого просветительского плана то есть статьи проведение лекций вебинаров касательно там основ аюрведы и здорового образа жизни вот и собственно говоря я применяю в своей деятельности комплекс веда пульс и естественно я сталкиваюсь в том числе с простудными заболеваниями поэтому ну как бы вот есть о чем поговорить ну и сегодня я планирую осветить какие вопросы ну во первых мы немножко коснемся актуальности данной темы и немножко поговорим об особенности взглядах современной доказательной медицины и взглядов аюрведы на природу простудных заболеваний и конкретно уже рассмотрим вопросы применения аппаратно-программного комплекса веда пульс в целях диагностики состояния здоровья и для формирования рекомендации по реабилитации простудных заболеваний вот эти вопросы я планирую сегодня рассмотреть вот надеюсь что техническая часть нам это все позволит сделать если у вас что-то что-то ломается то есть самый простой способ перегрузить страничку или поменять браузер я думаю что проблем не будет то есть если у вас возникнут какие-то вопросы по ходе то лучше их писать вот в раздел вопросов это есть такая иконочка вправо в верхнем углу то есть знак вопроса вот эту страничку вы заходите и формулируйте свой вопрос чтобы они все были в одном месте что мы потом с вами легко не могли найти итак актуальность темы нашей ну здесь прежде всего надо сказать что простуда сам термин простуда это собственно говоря ну обиход на совершенно такой бытовой термин да это никакой не диагноз да строго говоря простуда это так называемый клинический синдром то есть это некая совокупность симптомов у которых и единый механизм развития болезни то есть единый патогенез да и в общем то вы знаете мне самому было очень интересно я при подготовке данного данного вебинара тоже посмотрел разные определения простуды и в общем то я пришел к выводу что даже среди специалистов то есть я посмотрел удивился что в общем то даже среди специалистов такого уж совсем конкретного определения то и нет в общем то и так я говорю о том что термин простуда он не строгий то есть это никакой не академические но вот мы так поняли что у игоря проблемы скорее надо регулировать свой звук остальные слышит нормально то есть это нет единого поэтому понимания но поэтому я в общем то собрал скажем такие различные мнения и в общем то пришел к выводу что наиболее распространенный наиболее распространенные скажем вы были распространены представления простуде среди специалистов среди врачей то есть это в общем то следующее определение то есть простуда это название легкой формы острого респираторного вирусного заболевания и как правило все таки с локализацией верхних дыхательных путях то То есть в носоглотке и ротоглотке. И вот здесь я на этом слайде сейчас включу указочку. Я вам представил такую небольшую классификацию. То есть острые респираторные заболевания делятся на вирусные, бактериальные, грибковые. И в общем-то в большинстве случаев принято относить простуду к вирусным заболеваниям. То есть к ОРВИ. Причем именно к легкой их форме. Именно в верхних дыхательных путях. Но опять же, друзья мои, вы должны здесь понимать, что не удивляйтесь, если вы встретите некоторое другое понимание, что иногда сюда относят и бактериальные респираторные заболевания, иногда сюда относят и другую локализацию, то есть когда они опускаются, как это принято говорить, вниз, и захватывают горта на глотку. Поэтому здесь это совершенно не строгое понятие, в общем-то совершенно такое бытовое понятие. Но тем не менее оно широко применяется, поэтому мы о нем и говорим. Ну и немножко о распространенности заболевания. Ну считается, что простуда одно из самых распространенных заболеваний. А если уж говорить именно об инфекционных патологиях, то по данным Всемирной организации здравоохранения, ну примерно 95% всех инфекционных патологий составляют острые респираторные вирусные инфекции, к которым мы, как мы понимаем, относятся простуда. Ну и считается, что ежегодно в мире простудой болеет примерно 1 миллиард человек. Понятно, что это весьма условные цифры, потому что далеко не все случаи регистрируются именно в отношении простуды в виде достаточно легкости ее протекания. Но тем не менее считается, что пятая часть вот этих всех случаев, ну к сожалению, заканчивается осложнением. Ну и интересно, можно встретить в печати так называемую нормальную чистоту простуд. Вот, конечно, сам по себе термин так себе, но тем не менее считается нормальным для взрослых людей это перенесенные простуды в течение года от 2 до 4 раз. То есть получается, вот 4 сезона, да, если человек болеет раз в сезон, то есть, ну, можно считать, что это некая тренировка иммунитета, да, то есть его обновление, то есть его там ознакомление с новыми там инфекционными носителями, то есть считается, что это нормально. У детей в силу того, что иммунитет еще не полностью сформирован, то есть еще находится в стадии там знакомства с носителями, считается нормальным от 6 до 10 раз в год. То есть если он переносит простуду, то это считается нормой. Ну, опять же, понятно, что весьма условные цифры, можно по-разному на это смотреть, то есть, ну, вот такие цифры есть. Ну, и поговорим с вами немножко об особенности взглядах. То есть вот поговорим о точке зрения современной доказательной медицины и о юриде, то есть на природу простудных заболеваний. Ну, с точки зрения современной доказательной медицины, то есть здесь все достаточно просто. Считается, что вот есть человек, есть его организм, да, есть некий источник инфекции. То есть, ну, и считается, что вот этим носителем инфекции является человек, который уже заболел, то есть острым респираторным заболеванием, то есть он является носителем, ну, вируса. И передача инфекции, она в большинстве случаев происходит воздушно-капельным путем, то есть это при кашле, там, при чихании, разговоре, через касание, то есть через предметы домашнего обиходия. Ну, и инкубационный период простудных заболеваний, он может сильно достаточно варьироваться, и обычно он длится в течение от одного дня до 14 дней, то есть до двух недель. Ну, и сам механизм заражения, он достаточно простой, то есть вирусы попадают в дыхательные пути, оседают на слизистых оболочках и начинают выделять токсины. И эти токсины, они с кровотоком, с лимфотоком, то есть они разносятся по всему организму, и, в общем-то, происходит интоксикация организма, и происходит поражение, то есть здоровых клеток. То есть вот такой, ну, как бы, немудренный механизм, то есть с точки зрения современной доказательной медицины. Ну, и практически везде отмечается сезонный характер простуды, видимо, поэтому мы с вами сейчас, вот, в конце октября об этом говорим, потому что, вот, если вы посмотрите на этот график, то здесь совершенно четко видны два пика, вот, зима-осень, то есть это вот именно частота простуд, количество заболеваний, то есть резко возрастает. Ну, и, собственно говоря, если мы с вами посмотрим на этимологию самого слова простуда, да, то там родственными словами являются все, что связано с холодом, там, со стужей, да, то есть вот я здесь привожу на слайде, то есть родственные слова, которые есть в русском языке, в болгарском, в старославянском, церковнославянском, то есть это все эти слова, они говорят о том, что само слово простуда, ну, в общем-то оно образовано от слов стужа, холод, то есть такие вот вещи, студи, да. Ну, если мы посмотрим в словарь Ожогова, там совершенно недвусмысленно заявляется о том, что простуда это заболевание, которое вызвано охлаждением организма. Причем, что интересно, что я тоже вот не нахожу единого мнения у специалистов, ну, скажем так, классической медицины о том, почему вот именно в холод обостряются, потому что, ну, есть разные на этот счет точки зрения, то есть, как бы, фактор признается абсолютно всеми, но единой точки зрения нет. И, ну, на мой взгляд, наиболее такое простое, как бы, и удовлетворительное объяснение заключается в следующем, что в холод, да, у нас происходит естественный спазм сосудов, там, рота, носа, глотки, соответственно, ухудшается вот трофика слизистых, да, то есть их питание кровью, то есть в связи со спазмом, да, сосудов, и ввиду этого, то есть нарушается, во-первых, само состояние слизистых, то есть они становятся более проницаемы для носителей инфекции, да, для вирусов, то есть это один момент, ну, и в силу снижения кровотока, то есть уменьшается количество иммунных клеток, которые борются с инфекцией, то есть, ну, вот, на мой взгляд, такое достаточно понятное объяснение, вот, достаточно интересное оно, да, даже можно перекинуть мостик в сторону аюрведы, да, ну, если вы знакомы вот с аюрведой, да, нужно сказать, что многие заболевания, они начинают развиваться по вата-типу, потом постепенно присоединяется воспалительный компонент пито-типа, и в конце концов идут какие-то морфологические изменения уже тканевые, то есть капха-типа. И, ну, собственно говоря, здесь мы находим некие отголоски тоже. Дело в том, что, ну, как мы понимаем, что вата – это всегда такой некий спазм, в том числе и сосудов, да, то есть это сухость, основная гуна, основное качество ваты, вот, но мы сейчас об этом подробнее поговорим, то есть, собственно говоря, и вызывает эту сухость и нарушение состояния слизистых ротоносоглотки, и, соответственно, это дает увеличение проницаемости. Поэтому вот здесь вот, ну, как бы по-разному аюрведа и современная медицина смотрят на этот механизм, но в целом, в общем-то, как бы понимание есть какой-то точки соприкосновения. Ну, и вообще, прежде чем приступить ко взгляду аюрведы на простуду, я хотел бы еще сказать такой момент, что вот, ну, современная академическая доказательная медицина, ну, как мы сказали, что она определяет простуду как легкую форму острого респираторного заболевания, и, собственно говоря, в силу ее вот такого протекания, то есть, несложного, да, все ее лечение, оно сводится, в общем-то, к симптоматическому, да, в понимании современной доказательной медицины. То есть, ставится задача, ну, просто снижение интенсивности проявления симптомов простудных заболеваний. То есть, ну, и отсюда вот это вот такая народная поговорка, да, о том, что простуду можно вылечить за 7 дней, то есть, а если ее не лечить, то она и сама пройдет за неделю. То есть, вот, как бы так. Ну, теперь давайте посмотрим на понимание механизма развития простуды, на патогенез, вот, с точки зрения современной, не современной, а уже древней Аюрведы, то есть, да, в том, как мы ее понимаем сейчас. Итак, друзья, я думаю, что все тут так или иначе знакомы с Аюрведой, которые утверждают, что все процессы в организме человека, там, психические процессы, физиологические процессы, все они управляются некими системами регуляции, так называемыми ДОШИ, да, их три, вата ДОШИ, ПИТА ДОШИ, КАПХА ДОШИ, то есть, нервная регуляция, там, эндокринная иммунная регуляция и иммунная регуляция всех процессов в организме. И вот, когда эти системы регуляции сбалансированы, то есть, так называемое состояние три ДОШИ, да, то такое состояние обеспечивает совершенно нормальный здоровый метаболизм, или в терминологии Аюрведы, то есть, самоагни, ровный, устойчивый огонь пищеварения, да, и все работает замечательно, все здоровы, счастливы, успешны, удачливы. Но, к сожалению, на вот эти системы регуляции влияет огромное количество факторов, там, ну, начиная от погоды, от сезона, от этапа возрастного, да, от питания, от эмоций, то есть, и так далее, и так далее, и так далее. И, к сожалению, вот это равновесие ДОШ, равновесие системы регуляции, оно может нарушаться. То есть, и какая-то из ДОШ может выходить в дисбаланс, то есть, увеличиваться. Так вот, на этом слайде, вы видите, я показываю указочкой, да, что если начинает доминировать капха ДОШ, то это вызывает замедление метаболизма. Это состояние в Айрведе называется манда-агни, то есть, низкий, медленный огонь пищеварения. Если же начинает доминировать пита ДОШ, то есть, уходит в дисбаланс, то это вызывает состояние, которое на санскрите называется тикшна-агни, то есть, у слишком быстрый, ускоренный метаболизм. То есть, если в случае манда-агни огонь недостаточный для нормального пищеварения, для нормальных биохимических цепочек всех преобразований, то состояние тикшна-агни, это слишком высокий огонь пищеварения. То есть, мы как бы пережариваем эту пищу, перевариваем ее, и, соответственно, происходит нарушение метаболизма. И третье состояние, при доминировании вата ДОШ наступает состояние, которое на санскрите называется вишама-агни, то есть, нестабильный метаболизм, нестабильный огонь пищеварения. То есть, он то увеличивается, то уменьшается, постоянно проходя мимо вот этого состояния, так называемого, само-агни, то есть, когда ровное, нормальное пищеварение. И вот это очень важный момент. Ну, все мы понимаем, что человек состоит из клеток, да, эти клетки отмирают, там все это происходит с разной скоростью, когда какие-то клетки там обновляются, там уже через несколько часов, какие-то там годами, десятилетиями, да. И вот эта замена клеток, да, она, собственно говоря, происходит благодаря метаболизму, благодаря пищеварению. То есть, то, что я ем, оно проходит по моей системе пищеварения, трансформируется под воздействием вот этих огней пищеварения, да, и становится мною. Отсюда вот эта расхожая фраза, что я есть то, что я ем, да, то есть, так она действительно и есть, то есть, мы знаем, что в аюрведе эта теория очень четко разработана, то есть, теория там тхату, образование этих тканей, их взаимного питания друг из друга, то есть, и так называемых внутритканевых, внутритканевого метаболизма, то есть, тхату-агни, да, то есть, терминология аюрведы. Так вот, мы затронули вот этот вопрос, то, что если нарушается баланс систем регуляции, если нарушается баланс ДОЖ, то нарушается метаболизм, то есть, возможно, вот три, как бы, случая этих нарушений, которые рассматриваются, манда-агни, тикшна-агни, решама-агни. Проблема-то в чем? Что вот эти нарушения метаболизма, они приводят к образованию продуктов неполного, незаконченного метаболизма. То есть, что такое процесс пищеварения, да, то есть, основа метаболизма, то есть, это процесс, в результате которого из пищи выделяется энергия, да, которая необходима организму для всех психических, физиологических процессов, для компенсации затрат, то есть, организма. Дальше, выделяются из пищи строительные материалы, да, то есть, вот то, что будет восстанавливать вот эти вот уходящие клетки, да, то есть, замещать их, ну, и, соответственно, в любой пище есть какой-то такой невырабатываемый остаток, да, который, ну, может быть, его больше, может быть, его меньше. Так вот, в результате, если метаболизм нарушается, то происходит образование вот этих продуктов неполного, незаконченного метаболизма, который на санскрите называется ама, да, то есть, ну, переводов несколько, как известно, санскрит очень такой, многотлановый язык, и там каждое слово, в зависимости от контекста, может иметь, там, до 32, там, вложенных значений, да, поэтому аму переводят по-разному, но наиболее такой, как бы, классический распространенный перевод, это то, что не движется, да, иногда говорят, что а не, а не мое, то есть, поэтому ама, то, что это, то, что нужно обязательно организму вывести, обязательно нужно избавиться. Но нам с вами главное, ну, вот, понять следующий момент, что сам по себе организм, он не может вывести аму, да, то есть, из организма вне, эллиминировать ее, да, он не может ассимилировать аму, по той простой причине, что он ее просто не видит, он ее не наблюдает, то есть, он воспринимает аму, как свои родные ткани организма, и поэтому ама вот маскируется, да, таким образом, и она накапливается, накапливается, и начинает нарушать нормальную жизнедеятельность, то есть, начинает нарушать вот этот гомеостаз, то есть, она что делает? Во-первых, она блокирует вот эту трансформацию пищи, полезные элементы, то есть, там, в энергию, строительные материалы, да, но дальше это все накапливается, накапливается, то есть, энергии мало, строительные материалы, мало они низкого качества, то есть, поэтому вот это восстановление ухудшается, то есть, и начинает нарушаться уже физиологические процессы в организме, и образуются вот эти вот залежи, то есть, токсинов, то есть, в принципе, вот в популярной литературе, да и мы иногда там на таких популярных лекциях говорим о том, что ама это токсины, шлаки, соли, то есть, на самом деле, нет, конечно, это такое не очень правильное, и не очень корректное сопоставление, но дело в том, что вот эти нарушения физиологических процессов в организме человека, которые вызываются накоплением ама, они приводят к тому, что начинают накапливаться и токсины, происходит интоксикация организма, и вот эта болотистая среда, которая образуется в организме, она, в общем-то, и является питательной средой для микроорганизмов, и надо понимать, что человек – это открытая система, она нисколько неизолированная, да, то есть, и, как бы, эти микроорганизмы, там, вирусы, бактерии, грибки, то есть, они входят, выходят достаточно свободно, то есть, ну, там, понятно, что есть какие-то барьеры, но, скажем так, проникнуть через них – это не такое уж сложное занятие. Здесь я себе позволю, ну, некую свою авторскую гипотезу, да, причины простудных заболеваний, ну, как бы, в понимании аюрведы. То есть, происходит накопление вот этой амы, мудрый организм, он видит, что идет сбой гомеостаза, да, что есть угроза здоровью, жизни, то есть, и он что делает? Он начинает, как бы, снижать, немножко выключать вот этот иммунитет человека, и он, как бы, сознательно, я имею в виду организм, да, он запускает вот эту инфекцию в виде вируса, грибков, там, бактерий во внутреннюю эту среду с целью помочь организму избавиться от этих завалов. То есть, вот все эти вирусы, грибки, микроорганизмы – это некие мусорщики, которых организм запускает для генеральной уборки вот этой амы. То есть, это некий элемент такого симбиоза, да, то есть, это, конечно, такие мои, в общем-то, фантазии, предположения. Я вот часто на своих консультациях, то есть, я там привожу такую иллюстрацию, да, пациентам, что, ну, вот представьте себе, ну, мы все прекрасно знаем, что там все процессы в организме человека, они идут, то есть, достаточно ритмично, да, и всеми синхронизированные, то есть, там, с солнцем, да, то есть, и как бы, ну, то есть, солнце начинает подниматься по эклиптике, да, то есть, как бы, и у меня метаболизм повышается, повышается, то есть, солнце, извините, у меня максимальный метаболизм, солнце начинает заходить, да, и мой метаболизм начинает потихоньку угасать, угасать. И поэтому отсюда вытекают некоторые правила питания, правила здорового питания, о том, что считается, что если у человека нормальный вес, то ему после 20 часов, то есть ему кушать нельзя, потому что у него низкий метаболизм, у него снижается огонь пищеварения, и организм не в состоянии извлечь нужное количество энергии, то есть их будет мало, строительных материалов будет мало, они будут плохого качества. А вот этих неврабатываемых остатков будет много, будет много образовываться вот этой амы. И вот обычная житейская ситуация, если я по каким-то причинам задержался на работе, еще что-то, то есть пришел поздно, а кушать хочется, я покушал, допустим, не легкую пищу, а такую достаточно тяжелую, или гости поздно, как это у нас принято, засиделись допоздна, то есть, да, стоят там широкие, то есть все угощения, то есть все вкусно, то есть и мы наелись, да. Но если еще так вот подряд там 2-3 дня, то очень часто человек заболевает, простывает. То есть это специальный защитный механизм, который позволяет не допускать нарастания вот этого количества амы до какого-то критических значений уже. И вот каковы же были мои удивления, когда я однажды натолкнулся в интернете на статью американского доктора Филиппа Инкао. Называется она «Понимание инфекции, не сражение, а уборка». Где, в общем-то, доктор Инкао, в общем-то, пересказал вот этот взгляд, который я вам только что изложил. То есть, ну, уже он совершенно не какой-нибудь аюрведист, да, он такой чисто, в общем-то, академический доктор. То есть, ну, и вот он говорит о том, что это не его, скажем так, некая концепция, да, а он просто вот внимательно перечитывал ученых, известных ученых, причем это, ну, времена Пастера, то есть ученые там Клод Бернард, там Рудольф Верхов, то есть Рудольф Штеммер, там и другие. И вот они высказали такое мнение, что определяющим фактором в инфекционных заболеваниях является не сам непосредственно микроб, да, не сам носитель вот этой инфекции, а вот именно состояние внутренней среды, как он говорит, почвы хозяина, носителя этой инфекции. Вот эта почва, эта среда, то есть в недовлетворительном состоянии, и она способствует росту вот этого специфического микроба. То есть вот эта идея, что микроб не хищник, а он мусорщик, уборщик, и поэтому легкая, вот скажем, простуда, это, в общем-то, некое благо, которое позволяет нам не накапливать вот эту аму. Вот такая вот интересная концепция. Я вам очень рекомендую перечитать эту статью, там много чего интересного, то есть и такой вот, ну, как бы, на мой взгляд, очень сильно переключается с аюрведой. Я сейчас в чат сброшу ссылочку, это, в общем-то, мой сайт, где я воспроизвел вот эту статью. А в принципе, если вы наберете название статьи «Понимание инфекции, несражение, а уборка», то я думаю, что вы ее в интернете легко найдете. Вот, ну, идем дальше. Вернемся к аюрведе ближе, да, и, как известно, что аюрведа – это персонифицированная медицина, да, она индивидуально подходит к человеку, да, говорит, все мы разные, да, у нас там разные у всех, там, скажем, психические процессы, физиологические процессы. И более того, каждое заболевание, оно может протекать по-разному у человека. И, естественно, то есть, в зависимости от доминирующей души, аюрведа выделяет, ну, если говорить о простуде, то есть, три типа заболеваний. То есть, простуда вата типа, простуда пито типа, простуда капха типа. И они будут отличаться, то есть, течение этого заболевания будет достаточно сильно отличаться друг от друга в зависимости от этого типа, в зависимости от доминирующей души, которая вышла из состояния равновесия. И, соответственно, лечение заболевания тоже, оно будет иметь некоторые специфические особенности, в зависимости от того, какая душа вышла из равновесия. Ну, и вот давайте рассмотрим симптомы простуды вата типа. Ну, собственно говоря, вот эти вот симптомы, они определяются именно гунами, которые свойственны дисбалансу той или иной души. Ну, как известно, мы знаем, что гун всего это 10 пар, да. Ну, как бы вот в юридической медицине принято различать, ну, как минимум, там, 3 пары, да. Ну, и вот, как известно, что у ваты преобладающим является там сухость, холод, легкость, да. Соответственно говоря, вот эти гуны, они будут проявляться в виде симптомов при простудном заболевании. А именно, будет доминировать сухой кашель, на психоэмоциональном уровне будут наблюдаться тревожность какая-то, страхи, то есть бессонница, боль. Как правило, это либо суставная, либо головная боль. И причем она может носить такой турбулентный характер, да, то есть турбулентное протекание, то есть простуды. То есть то заболит, то отпустит, то там, то здесь, там кольнуло, там стрельнуло, там заломило, то есть такой вот, как бы, переходящий характер, неустойчивый. Дальше, охриплость, потеря голоса. Потом обычно быстро, бурно начинается, ну, вата, она же такая, быстро, да, в этом плане стремительно, поэтому и заболевание бурно начинается, турбулентно протекает и также достаточно быстро заканчивается. Ну, если мы там справляемся с ним, конечно. В силу сухости мало слизи, поэтому слизистые становятся сухие, то есть я имею в виду ротоносоглотку, то есть так как холодная душа, то часто сопровождается ознобом, так как это преобладание, ну, в понимании современных катаболических процессов, то есть это очень затратная душа, да, то есть быстро теряют энергию, то поэтому сильная слабость может быть, такое истемическое состояние. Вот, в общем-то, основные симптомы, которые нам позволяют установить, что у данного человека простуда развивается именно по вата типу. Давайте теперь посмотрим симптомы простуды ПИТа типа. Ну, как известно, у ПИТа доминирующий первый элемент огонь, поэтому она какая? Она жаркая, горячая, да, слегка маслянистая, то есть, ну, и легкая. То есть вот ее основные, то есть три гуны, которые будут, в общем-то, определять протекание симптомов. То есть это лихорадочное состояние, да, это раздражительность, это гневливость, то есть это такой боль в горле, то есть это покраснение там лица, глаз, в принципе, такая гиперемия, то есть кожные покровы могут быть такие вот красноватые. То есть это обильные слезетечения, то есть у нее, как правило, такое, ну, среднее начало, среднее развитие, то есть такой, как бы, имеется в виду по скорости, да, и продолжительность такая, ну, средняя, то есть, как обычно, ПИТа между ватой и капхой, такая, очень-то, современная. Слизи немного, как правило, но она уже есть, в отличие от ваты, и, в общем-то, она имеет такой желтоватый, красноватый оттенок какой-то. Вот такие типичные симптомы простуды, то есть ПИТа типа. Ну, и наиболее распространенная, как считается, это симптомы простуды капха типа. Определяется, опять же, гунами, да, капха она какая? Ну, прежде всего, она влажная, да, она тяжелая, она прохладная, то есть, соответственно, и симптомы будут определяться вот этими гунами, то есть будет скопление слизи, слизи будет очень много, будет отечность, да. носоглотки, то есть, поэтому насморк вот этот обильный может сопровождаться болью в горле, но вот в отличие от ваты, это будет боль такая, какая-то, ну, не резкая, что называется, а такая вот, ну, монотонная, такая, она больше связанная именно с отечностью какой-то, то есть. Кашель более продуктивный будет, потому что слизи много, да, то есть, как бы, ну, есть чему выходить, что называется. Как правило, она развивается очень медленно, то есть непонятно, то ли заболел, то ли не заболел, да, непонятно, но так потихоньку, потихоньку, потихоньку накрывает, да. Соответственно, и лечится она несколько дольше. Ну, и может сопровождаться тоже ознобом, потому что, ну, все-таки прохладная душа, то есть не настолько, как вата, но все равно прохладная. То есть, и всегда вот эта вот отечность, очень воспаленные лифоузлы, вот эти вот, все вот это, вот эти проявления определяются как раз-таки гунами Капха-Доши. Но, друзья мои, вот мы с вами сейчас рассмотрели, ну, по сути, три варианта развития болезни. Собственно говоря, так, как правило, и излагают все это, ну, в популярной юридической литературе, да. И, казалось бы, ну, что проще, там, то есть достаточно яркие симптомы установить тик не представляет никакой, в общем-то, проблемы, да. Но, друзья мои, мы же с вами знаем, что на практике, на самом деле, дисбалансы, монодисбалансы, они встречаются, но достаточно редко. На иголе распространены, то есть дуальные дисбалансы, когда две Доши значительно доминируют на третьей. То есть, ну, порядка 70% это все-таки дуальные дисбалансы. То есть, одиночные монодисбалансы, они достаточно редки. То есть, ну, даже кто занимается аюрведой, то есть, работает с пациентами, ну, конечно, все со мной соглашаются. Таким образом, мы переходим от того, что все на практике значительно сложнее, что может быть дисбаланс ваты-питы или питоваты, то есть доминирование этих дождь над капхой. Соответственно, вот те симптомы, которые мы рассмотрели, они будут соединяться в некий такой сложный календоскоп. То есть, ну, вот в варианте вата-питы, что будет? Здесь будет доминирующая сухость, и к ней будет спазмирование, да? И к ней будет присоединен вот этот воспалительный компонент огненной питы. Или же в питовате, наоборот, будет там превалировать воспаление, а затем уже будет вот этот болевой синдром, сухость, то есть ваты будут присоединяться. Или же в варианте, там, питокапха, здесь будет лихорадочное состояние, воспалительный компонент будет превалировать, но к нему добавится, присоединится обилие слизи, да, вот эти вот отечность, там, какие-то там лимфоузлов. То есть, если они поменяются, эти души местами, то есть будут превалировать капха, то, соответственно, наоборот, будет основной яркие симптомы. Это будет вот отечность, там, слизообразование, продуктивный, там, кашель, то есть, но к нему будет присоединяться вот этот воспалительный и лихорадочный компонент. Ну и такие совсем сложные, скажем, симбиозы, коллаборации, да, когда капха объединяется с ватой или вата с капхой, здесь будет, как бы, и сухость, и отечность, то есть, причем может это сменяться во времени, то есть, то резко там полилось все, то опять все сухо, да. Единственное, в чем они будут соединяться, это будет всегда сопровождаться ознобом, потому что обе души холодные. То есть, я хочу сейчас, как бы, не подробно это рассматривать, я просто хочу показать, что на самом деле, в реальной жизни дуальные дисбалансы очень сильно усложняют возможность диагностики. Когда это монодисбаланс, как об этом пишут в книжках, да, никаких проблем не возникает в диагностике типа заболевания. Но когда это дуальное соединение двух душ, ну, я не знаю, здесь надо быть клиницистом такого очень экспертного уровня, чтобы установить вот этот уже четко тип развития заболеваний. И вот здесь-то нам приходит на подмогу аппаратно-программный комплекс Ведопульс. То есть, я хочу сейчас перейти к вопросу применения аппаратно-программного комплекса для диагностики состояния здоровья. И вот здесь я хочу сказать очень вот эту простую мысль. Понимаете, нам Ведопульс в данном случае, он, в общем-то, нам не нужен для диагностики простудного состояния. Потому что, друзья, ну, простуда настолько, как бы, клинически выраженное состояние, да, что использовать какую-то диагностику для того, чтобы убедиться, что это у меня простуда, ну, просто это глупо, нет смысла. Ну, и более того, аппаратно-программный комплекс Ведопульс, в общем-то, не предназначен для такой некой специфической диагностики. То есть, для постановки диагнозов в терминологии МКБ, там, международного классификатора болезни, да, то есть у него другие задачи. Но вот установить именно тип заболевания, протекания болезни, а, соответственно, выработать тактику и стратегию терапии, Вот здесь, конечно, комплекс Ведопульс, все это может, и это огромная помощь в наших руках. Более того, многие показатели пульсовой диагностики позволяют нам составить, не только определиться с терапией, да, с методами оздоровления, которые мы будем применять, как мы их будем применять, А он дает нам прогнозы, то есть вот этого состояния, то есть насколько нам нужно, ну, как бы, там, усиливать наше это лечение. То есть оно может само пройдет, понимаете, вот как я говорю, что, то есть, поэтому, вот здесь он, конечно, незаменим аппаратно-программный комплекс Ведопульс. Ну и давайте рассмотрим некоторые показатели. Показатели, прежде всего, функционального состояния здоровья, которые, ну, такие классические, которые определяются методом вариабельности ритма сердца. И здесь, конечно, на первом месте это показатель адаптационных возможностей организма, так называемый Total Power, да, который, ну, в общем-то, выражает некий энергетический потенциал человека, его запас жизненных сил, насколько он адаптируется к изменениям окружающей среды. Ну и здесь, как известно, возможны два варианта, то есть адаптационные возможности организма в норме, это когда показатель достигает значения от 1000 до 4000 для человека до 60 лет или 750-3000 для человека старше, там, 60-60 плюс в возрасте. Соответственно, если мы у человека с простудным заболеванием видим такие показатели, мы понимаем, что перспективы хорошие, то есть человек полон жизненных сил, то есть, скорее всего, он легко справится с этим заболеванием, то есть, и поэтому, может быть, и не стоит даже ничего делать, а просто понаблюдать за развитием ситуации, то есть не надо на него там сразу набрасываться. Ну и другая ситуация, более распространенная, когда показатель Total Power идет вниз относительно нормы, то есть, когда он ниже, там, тысячи, да, в одном случае, и если человек старше 60, то ниже 750. То есть, это говорит о том, что у человека уже недостаточно вот этих жизненных сил, этого жизненного потенциала, то есть, и поэтому мы здесь уже надо как бы организму помогать, да, поэтому нужно, ну, как бы назначать какую-то терапию, какую-то реабилитацию, да, то есть, мы это понимаем, что это нужно делать, да. Ну и достаточно не очень распространенный случай, когда показатель адаптационных возможностей идет вверх, то есть, когда он выше, там, 4000 людей до 60 лет, или выше, там, 3000 людей, то есть, там, старше 60 лет. То есть, я рассматриваю обычного человека, там, ни энерготерапевта, там, ни какого-то, там, профессионального спортсмена, поэтому привожу для, ну, большинства людей эти цифры. То есть, вот это движение этого показателя вверх говорит о том, что есть некое избыточное ресурсное состояние, некий застой энергии. Поэтому здесь мы можем встретиться с таким состоянием какого-то аллергического ответа, какого-то аутоиммунного состояния. Поэтому вот этот момент надо понимать, что, ну, если мы назначаем какое-то лечение, к сожалению, могут быть вот такие вот отклики организма не очень хорошие. Следующий важный показатель, то есть, функционального состояния, это цена адаптации, да, которая, в общем-то, ну, как бы это некое процентное выражение, то есть, того запаса жизненных сил, который организм тратит на поддержание жизнеспособности. То есть, вот человек сидит, да, то есть, с электродами, то есть, там, какое-то время идет замер, то есть, он не двигается, какой-то нагрузки нет, да, и, по сути, цена адаптации, она показывает, какой процент жизненной энергии, да, человек тратит на просто поддержание жизни, там, дыхание, кровообращение, сердцебиение, пищеварение, какие-то мысли у него там, конечно, есть. И вот считая, ну, и кроме того, цена адаптации, она, как бы, немножко косвенно, но все-таки характеризует состояние иммунной защиты, состояние нашего иммунитета. Ну, и считается нормой значение цена адаптации от 30 до 50 процентов. То есть, если вы видите, что достаточный запас жизненных сил, то есть, тотер-пауэр нормальный, нормальная цена адаптации, ну, может, и не стоит этого человека лечить, что называется, само пройдет, то есть, у него хороший иммунитет, у него хороший запас жизненных сил, то есть, ну, вот, как бы, понаблюдать лучше за ним, не надо там сразу врываться в бой. Но, возможны варианты. Наиболее распространенные, когда цена адаптации идет вправо, то есть, относительно нормы, то есть, и становится больше 50 процентов, и вот этот диапазон от 50 до 80 процентов, он говорит о том, что у данного человека можно ожидать признаков функционального иммунодефицита. Если цена адаптации переваливает за 80 процентов, это уже, ну, признаки вторичного иммунодефицита. Соответственно, здесь мы должны уже сменить свой прогноз развития простудного заболевания и принимать какие-то меры. А именно, то есть, если цена адаптации находится вот в этих диапазонах, которые говорят о иммунодефиците, соответственно, нам нужна стимуляция иммунитета, нужно повышение, укрепление иммунной защиты. Ну, соответственно, мы обычно в данной ситуации там назначаем какие-то сладкие туники, адаптогены, там, жизненедатели, там, ну, например, там, ашваганху, да. Значительно реже, но, тем не менее, встречается, когда цена адаптации идет влево, да, относительно нормы, то есть, и вот когда она становится в диапазоне от 15 до 30 процентов, это говорит о том, что у организма избыток ресурсов адаптации. Если он идет еще дальше, в диапазон от 0 до 15 процентов, это говорит о том, что есть риск развития аллергической реакции, аллергического ответа. То есть, это некий такой, присоединяется аутоиммунный компонент. Поэтому в данном случае нам необходима иммуномодуляция, то есть, тупо стимулировать иммунитет в данном состоянии будет неправильно. Мы можем вызвать, ну, как минимум, аллергическую реакцию. То есть, поэтому нам нужна здесь именно модуляция иммунитета. То есть, соответственно, мы должны применять уже другие оздоровительные средства, аллергия, ну, как правило, это горькие тоники, так называемые, да. Это, например, такие растения, как там ним, там, там, смерть и очарата, что-то в таком духе, то есть, то, что тонизирует и в то же время обладает горьким вкусом. Таким образом, вот цена адаптации нам позволяет определить направление нашего воздействия на иммунитет. Что мы его не трогаем вообще, стимулируем мы его или мы его, то есть, моделируем. Ну, опять же, что такое модуляция, да, это, там, ну, условно говоря, так, если по-простому, есть определенные звенья иммунитета, и вот эти цепочки, они у человека могут быть, иммунные цепочки несбалансированные, то есть, какие-то выше, нормы какие-то ниже. И вот при модуляции происходит не стимуляция, когда мы все звенья иммунитета увеличиваем, а происходит, как бы, такое вот интеллектуальное воздействие, то есть, высокие эти цепочки мы снижаем, низкие мы повышаем. Вот что такое, так, на пальцах иммуномодуляции. Идем дальше. Следующий показатель функционального состояния – уровень метаболического стресса, то есть, который характеризует состояние систем детоксикации организма, то есть, насколько система детоксикации, а это что такое? Ну, это некий комплекс, да, это печень, это почки, это дыхание, это кожные покровы, это кишечник, все это выводит токсины, шлаки, соли. То есть, этот показатель уровень метаболического стресса, он нам характеризует вот этот уровень накопления вот этой АМО, вот этих продуктов неполного метаболизма. Ну, считается нормой до 25 условных единиц, а дальше пошла градация. То есть, идет повышенный уровень метаболического стресса до 50 условных единиц, высокий уровень метаболического стресса до 75 единиц, и очень высокий уровень метаболического стресса – это когда показатель выше 75 и до 100. соответственно, если мы наблюдаем такую картину повышения уровня метаболического стресса, это говорит о том, что необходимы какие-то мероприятия по очищению, по шотхане, да, то есть, по детоксу. Но при этом все это так просто, при этом я вот и по своему опыту, и в общем-то это в теории аюрведы, такое понимание этого вопроса, оно записано, да, что мы должны в данном случае анализировать несколько показателей. То есть, не просто тупо, что вот уровень метаболического стресса не в норме, значит, все, мы осуществляем детокс. Нет, это все немножко сложнее, да, то есть, мы должны здесь еще вспомнить, посмотреть адаптационные возможности, вот этот запас жизненных сил. То есть, мы оцениваем совокупность показателей уровня метаболического стресса и адаптационных возможностей. И вот здесь я свел это все в табличку такую небольшую. То есть, если в норме Петер Пауэр, да, а показатель уровня метаболического стресса говорит о том, что, ну, есть накопление АМИ, тогда мы вполне можем провести какие-то детоксицирующие мероприятия, да, ну, то есть, это направление терапии, вы видите, называется ЛЕКХАНА, да, облегчение, то есть, да, как бы, АМИ, она тяжелая, мы ее выводим, тем самым облегчаем организм. То есть, если же показатель Тотер Пауэра идет вниз, что очень часто встречается, вот здесь я привожу конкретные значения, то есть, если он очень низкий, так называемое истощение, то есть, до 60 лет, это когда меньше 300 единиц, а 60 плюс, это когда показатель Тотер Пауэра меньше 100 условных единиц. Это говорит, что организм истощен, у него нет сил, там детокс просто невозможен, то есть, в данном случае он даст только ухудшение ситуации, он заберет последние силы, и мы этого человека просто загоним, что называется, то есть, не то, что вылечим простуду, а мы его еще с вами и убьем. То есть, в данной ситуации недопустим детокс, то есть, нужно направление терапии, которое в аэриле называется бримхана, то есть, питание, то есть, вот, или другая крайность, другой полис, когда показатель Тотер Пауэра адаптационных возможностей идет вверх, то есть, там больше 300 для людей 60 плюс, или там больше 4000, то есть, для людей до 60 лет. То есть, здесь все нормально, то есть, нужно и можно, и нужно проводить детокс, ну, естественно, там, при условии, там, индивидуально, нормальной переносимости, тут тоже не надо сбрасывать со счетов какую-то индивидуальную реакцию. Вот. Поэтому, вот эта вот совокупность вот этих показателей все-таки учитывайте. То есть, такое сочетанное должно быть применение. Следующий очень важный показатель – это порог воспаления. Ну, мы понимаем, что в организме постоянно идут окислительные реакции, да, то есть, и они могут преодолевать некий порог. Ну, считается нормой вот до 25 основных единиц, а далее по нарастающей, то есть, 25-50 считается, что это присутствует в организме некая вялая текущая хроническая воспалительная реакция, причем мы не говорим сейчас о ее локализации, просто вот она присутствует и присутствует. Далее, при повышении этого показателя от 50 до 75, это говорит о том, что противовоспалительные системы находятся в режиме повышенной активности. Все, и организм остремен, и он начал бороться уже. Ну, и 75-100 – это уже острый воспалительный процесс. Ну, естественно, друзья, если мы говорим о простудных заболеваниях, то есть, в подавляющем большинстве они будут сопровождаться повышением данного порога воспаления. И это говорит нам о чем? О том, что, ну, необходимо, как бы, добавить в нашу палитру оздоровительных воздействий какие-то противовоспалительные мероприятия. Следующий момент. Показатель функционального состояния здоровья – уровень стрессового напряжения. Ну, очень важный, очень интересный показатель. Ну, сейчас только ленивый не говорит, не пишет. Огромное количество научных работ, защищенных, там, кандидатских, да, диссертаций о корреляции, да, то есть, стресса и иммунитета, да, что это взаимно такие коррелирующие моменты, что сильный стресс снижает иммунитет, снижение иммунитета повышает стресс, то есть, воздействие стресса на организм, то есть, поэтому знание этого показателя тоже нам, в общем-то, подсказывает, как будет протекать данное простудное заболевание и что нам с этим делать. Ну, и считается, что, как бы, есть определенная широкая норма, считается, это от 60 до, вернее, как, от 30 до 200 широкая норма, то есть, это не значит, что у человека нет стресса, это значит, что он справляется, там, нервная система удар держит, как бы, все хорошо. Ну, гораздо реже вы можете встретить, так называемый, выраженный дистресс, то есть, когда этот показатель идет вниз, то есть, находится в диапазоне от 0 до 30, то есть, ну, я сейчас, как бы, не хочу об этом говорить, потому что это немножко другая тема, но это, как бы, говорит о том, что у человека более активной является, то есть, тормозящая система, так называемая, да, то есть, он, как бы, умрет от стресса, он не умрет, то есть, он умрет от стрессирующего фактора. Вот, это достаточно редко мы наблюдаем в практике, то есть, гораздо чаще, пока этот показатель стресс-индекса идет вверх относительно коридора нормы, то есть, и здесь, возможно, два диапазона, от 200 до 500, это так называемый компенсированный дистресс, то есть, дистресс, это уже деструктивный, разрушительный стресс, который, в общем-то, уже оказывает свое негативное воздействие на организм, но он еще компенсируется, то есть, нервная система еще пока удар пешит, что называется. Здесь, как правило, идут какие-то, ну, психосоматические такие моменты, проблемы, то есть, там, по нерву, вы не раз это наблюдали, то есть, там, на работе понервничал что-то, и открылся, что называется, заболел там, то есть, вирусным, все нормально на работе, в семье, все нормально, и человек и не болеет, то есть, это вот как раз вот в этом диапазоне. Ну, и, к сожалению, возможно, увеличение стресс-индекса 500 и более, то есть, а я в своей практике видел и 3000, видел и 4000, видел, когда эта шкала раздвигается, это, конечно, уже совсем нехорошие вещи, это говорит о том, что организм подвержен очень высокому уровню стресса, так называемый некомпенсированный дистресс, то есть, все, нервная система не справляется, удар не держит, и, к сожалению, уже это чревато, ну, сосудистыми катастрофами, там, инфакты, инсульты уже, помимо того, что, это уже чистая соматика идет, да, и, конечно, мы должны понимать, что, если есть вот это высокое вовлечение в стресс, то необходимо антистрессовое мероприятие, просто вот, исходя из той логики, что, как я сказал вначале, что стресс и иммунитет, они, ну, очень жестко связаны между собой, как показывают современные исследования, то есть, следующий момент, ну, вот, собственно говоря, то, с чего начали, викрити, да, текущее соотношение вот этих систем регуляции, ДОЖ, то есть, там, соотношение ваты, пит и капхи, то, что в данном случае аппаратно-программный комплекс видопульс является уникальным механизмом, который позволяет нам совершенно четко, достоверно, объективно, ну, конечно, при выполнении определенных правил обследования, позволяет нам ловить вот эти дуальные, сложные комбинации ДОЖ, да, то есть, это один момент, соответственно, благодаря этому мы можем определять вот этот вот тип развития заболевания и в зависимости от этого уже применять совершенно индивидуальную, персонифицированную медицину, да, это один аспект. Второй аспект, то есть, это вот как раз вот второй момент, то, что я сейчас изложил, то есть, позволяет сделать индивидуальное назначение, устраняющее причины простуды, потому что причинами является дисбаланс систем регуляции, да, и не просто монодисбаланс, то есть, мы определяем в данном случае не только ведущую ДОЖ, а мы определяем именно две ведущие ДОЖ, то есть, мы совершенно прицельно устраняем причину, которая породила данный патологический процесс, данную простуду. И следующий момент, это вот этот первый пункт, позволяет оценить стадию развития патологического процесса. Ну, то есть, у нас вот эта шкала в Викрите, она окрашена в различные цвета, и в зависимости от того, в каком диапазоне находятся наши ДОЖ, мы можем понять общее состояние развития патологического процесса. То есть, и вот на этом слайде я здесь привожу, то есть, норма считается от двух до четырех единиц, это вот этот вот зелененький коридор нормы, да. Если идет вниз наша ДОЖ, это сначала истощение систем регуляции, но если попадает уже в желтую зону, это уже блокировка системы регуляции. Ну, как известно, если ДОЖ идет вниз, то она не создает проблему, не создает сам патологический процесс, она создает определенную симптоматику. Гораздо опаснее, когда ДОЖ начинает повышаться и выходить из коридора нормы, то есть, уходить в дисбаланс, то есть, и вот диапазон салатный от четырех до пяти, это соответствует фазе накопления и возбуждения ДОЖ, ну, с точки зрения вот теории этапов развития болезни, принятой в аюрведе. Ну, как правило, это такой психосоматический диапазон, то есть, здесь совершенно четкая вот эта вот связь, как я сказал, там понервничал, простыл, не понервничал и непростыл, и непростыл. Но, к сожалению, может ситуация усугубляться, и ДОЖ могут выходить из равновесия в диапазон розовый от пяти до семи. Это уже соответствует фазе излияния и перемещения ДОЖ. Ну, здесь для тех, кто не знаком, со стадиями развития болезни, конечно, может быть, это сложновато воспринимать, ну, это, в общем-то, перечитайте соответствующие главы, в лечебниках это не так сложно. Ну, и вот этот розовый диапазон 5-7, он соответствует функциональным нарушениям, то есть, еще пока все на уровне, там, клетки, ткани, еще все нормально, но уже функции соответствующих органов систем уже могут сбоить, нарушаться. Ну, к сожалению, мы встречаемся на практике с ситуациями, когда ДОЖ приобретает очень сильный дисбаланс и повышается до уровня выше семи, то есть, это уже стадия проявления и дифференциации болезни, то есть, здесь уже, к сожалению, функциональные нарушения приводят к органическим нарушениям, то есть, затрагивается уже морфология, нарушается структура, там, клетки, ткани, органы, системы, то есть, значит, это уже говорит о том, что процесс зашел достаточно далеко, то есть, и вот это понимание этой стадийности, да, говорит нам о том, насколько серьезно мы должны подходить к данному лечению, там, то есть, там, не откладывайте в долгечек, само уже не пройдет, то есть, там, или наоборот пройдет, то есть, то есть, это дает нам некоторые ориентиры, да, работы с пациентами, со своими близкими. Следующий момент, ну, кроме того, мы знаем, что комплекс Ведопульс позволяет нам оценить не только количественное состояние систем регуляции ДОЖ, а он нам позволяет оценить их структуру, их качественное состояние, ну, и, как известно из Аюрведы, каждая из трех ДОЖ состоит из пяти подсистем регуляции, и, соответственно, они тоже должны быть сбалансированы, то есть, ну, вот, график СУБДОЖ, он входит в блок Недана, это такой экспертный уровень, то есть, как бы уже здесь уже надо, ну, достаточно разбираться, и, кстати говоря, насколько я понимаю, что сейчас идет курс определенный по, именно по ДОЖам, под СУБДОЖам, то есть, под хату, то есть, поэтому вы всегда можете воспользоваться вот этими образовательными ресурсами. И здесь, конечно, вот четкого сопоставления, там, именно, что вот при простуде вот эта СУБДОЖа будет нарушена, это будет в норме, то есть, ну, здесь достаточно сложно об этом говорить, потому что это все-таки такой экспертный уровень, то есть, здесь может быть разные, там, разночтения могут быть какие-то, но вот я в своей практике обычно вот обращаю внимание на что при простудных заболеваниях, то есть, это УДАНА, ПРАНА, то есть, УДАНА, ПРАНА, ну, как у любой УДОЖ, УСУБДОЖ, то есть, у них огромный такой функционал, да, то есть, и я очень не люблю вот эти такие механистические представления, что там, ВАТА, это нервная регуляция, там, ПИТА, это гормональная регуляция, там, КАПХА, это иммунная регуляция, это очень упрощенно, конечно, да, это правильно, то есть, и я сам это использую, особенно вот в разговорах с пациентами, там, с медицинским образованием, с врачи, а таких довольно много у меня, то есть, я тоже использую вот эти вот такие упрощения, то есть, но на самом деле мы должны понимать, что и ДОЖ, и СУБДОЖ, то есть, это очень широкое понятие, там много психических каких-то моментов, там много физиологических моментов, там много философских моментов, то есть, и, в общем-то, ну, скажем так, нашим слабым умишкам вперед к Алиюге, вряд ли мы это до конца когда-нибудь поймем, то есть, ну, тем не менее, мы понимаем, что вот, если простуда захватывает, ну, как бы, верхние дыхательные пути, то есть, эспираторную систему, дыхательную систему, то вот прана и удана в определенном смысле соответствует вот этим фазам физиологически, да, вдох-выдор, то есть, соответственно, если есть нарушение дыхательной системы, то есть, я повторюсь, простуда, это болезнь дыхательной системы, да, то, соответственно, мы вправе наблюдать выход из коридора нормы СУБДОЖ прана и удана. Дальше. Обращаю обычное внимание на ранжаку, потому что ранжака, ну, опять же, это характеризует косвенно, то есть, состояние печени, гипотабулярной системы, то есть, системы кровотворения, поэтому, так как простуда, как правило, сопровождается интоксикацией организма, а печень один из главных органов, там, в данном случае, выведения токсинов, то, естественно, простуда, как бы, функционально подгружает эти органы, то есть, и можно ожидать какого-то ослабления, то есть, этот показатель пойдет либо в желтую зону, либо в розовую, ну, в зависимости от остроты процесса. Если такой хронический процесс, то будет в желтой зоне, если очень острый, то в розовую зону. Это зависит от общего состояния, там, ну, скажем, гипотабулярной системы, то есть, поэтому здесь не обязательно, что вы не ожидаете, что простуда – это острое респираторное заболевание, значит, все показатели должны быть в розовой зоне. Нет, это не обязательно так, что это зависит еще от вообще текущего состояния, от накопленных, что называется, проблем, болячих. Ну, я обращаю внимание обычно на бодхаку, то есть, бодхака – это компонент Акапхи, да, то есть, если так вот условно говорить, это слизь верхней части тела, да. Ну, мы понимаем с вами, что зачастую простуда, это как раз она сопровождается накоплением слизи, особенно если это капхатип или там капха с другими, соединение с другими душами. Поэтому здесь может быть скопление слизи, здесь вот такой вот момент, если бодхака вышла из равновесия, то нужно внимательно смотреть, потому что, ну, возможно, развитие простуды, осложнение там в виде каких-то риносинусопатии, там, да, каких-то гайморитов, фронтитов, то есть, поэтому, ну, как бы, вот обращайте на это внимание, чтобы не допустить развитие простуды в такие состояния. Следующий момент – тхату, состояние ткани, да, то есть, тоже здесь, ну, скажем так, далеко не специфические показатели, но я обычно при заболеваниях, там, дыхательной системы, при простуде обращаю внимание на вот эти вот комплексы раса-ракта, да, так скажем, биологические жидкости, то есть, раса – это лимфатическая жидкость, там, да, плазма – жидкая часть крови, это интерстиции, там, межклеточная, межтканевая жидкость, то есть, ну, рак-то – это форменные элементы крови, красные, белые, кровяные тельца, там, лейкоциты, ретроциты и так далее. Ну, так как при простуде есть воспалительный компонент, да, он есть всегда, вопрос только, ну, в его выраженности, да, потому что это, в принципе, воспалительное заболевание, то совершенно справедливо, что вот эти токсины, да, они накапливаются, прежде всего, в жидких средах, да, что там активно работает лимфа, все это пытается собрать, чтобы это вывести, все, поэтому зачастую простуда сопровождается нарушениями расы и рак, то есть, поэтому вот на это нужно обращать внимание. Опять же, я говорю обращать внимание даже не столько с точки зрения диагностики, потому что я уже сказал об этом, что, как бы, диагностировать, там, есть простуда, нет простуды, применяют для этого комплекс видопульс, но это, на мой взгляд, занятие так себе, что называется, то есть, простуда, ну, настолько хорошо проявляет себя, что здесь, ну, какие-то дополнительные исследования не нужны, а вот направление терапии, то есть, здесь уже, да, и мы сейчас об этом с вами еще поговорим. Дальше я обращаю внимание еще на мамсу, обычно на мамсу, имеется в виду, ну, мамс это мышечная ткань, да, в таком широком смысле слова, то есть, это скелетная мускулатура, да, то есть, это корсет, каркас наш, да, как бы мышечный, это миокард, сердечная мышца, это гладкая мускулатура, которая, ну, управляет просветом сосудов, да, там, который управляет, там, перистатикой полных органов, то есть, и, соответственно, ну, вот, очень часто, ну, мы же с вами все болели простудой, да, и понимаем, что вот при простуде вот есть вот это вот элемент такой, ломоты какой-то, да, вот тело ломит, да, вот какие-то такие вот, ну, я бы не назвал их прямо уж неврологическими, да, но вот они такие похожи, особенно, если присутствует вот компонента ваты, да, то есть, она вот любит это дело, когда тот там схватила, тот там заломила, то есть, и вот так вот оно перемещается все, поэтому вот здесь вот мамса может быть тоже подвержена, то есть, выходу из строя. Ну, и маджо, маджо, как бы, в классическом таком понимании оверведы, это нервная ткань, да, то есть, ну, зачастую сопровождается простуда головными болями, к сожалению, да, причем они могут здесь тоже, в зависимости от доминирующей дожи, они могут быть немножко разными, да, то есть, там, вата дает такую резкую, и там быстроменяющую, то есть, то нет, то заболела, причем обычно усугубляется, когда вот какой-то еще посторонние резкие звуки, шумы какие-то, ну, грубо говоря, там заболел и поехал с работы домой, спустился в метро, а там эти поезда и шумят, да, в туннелях, то есть, и вот эта вот такая головная боль, это вот, как правило, все-таки лидирует вата. Или, может, наоборот, там, когда усиливается на проблеске света, то есть, там, вот, человек лежит, там, в темноте, то есть, ему хорошо, в темноте ему облегчение такое, тут раз кто-то свет включил, то есть, у него резкая такая головная боль, то есть, это вот, скорее всего, доминанта есть ваты. Ну, и такая монотонная, тупая, обволакивающая, более такая вот капхи, как в вате, голова какой-то в вате, ничего не соображает, тяжесть какая-то, это такие капхические дела. Ну, и плюс, как мы говорим, что еще, возможно же, это сочетание, то есть, которое вот клиницисту очень сложно поймать, да, просто человеку, во-первых, сложно это объяснить даже, да, как вот в аюрведе есть один из признаков неизлечимости заболевания. Если пациент не может объяснить симптом, то и болезнь ты не вылечишь. Так вот, здесь нам на помощь приходит пульсовая диагностика вида пульс, которая позволяет вот эти моменты все определить. Поэтому матжа может быть нарушена, то есть, при простудах, но в силу, когда есть вот эта вот компонента головной боли. Вот, ну и поговорим уже о, наверное, главном вопросе, то есть, четвертый вопрос, применение аппаратно-программного комплекса вида пульс для формирования рекомендаций по реабилитации простудных заболеваний. На самом деле, к счастью, ну, здесь хвала и почет создателям данного комплекса, ничего здесь сложного нет, совершенно такой, ну, как бы, четкий алгоритм, то есть, ну, просто надо понимать, что аппаратно-программный комплекс вида пульс в данном случае позволяет нам сформировать, ну, такой вот классический набор рекомендаций по реабилитации простудных заболеваний. То есть, здесь учитывается причины заболевания, вот это вот соотношение систем регуляции, там, викрити, учитывается, там, распределение энергетики по меридианам, то есть, в организме, да, то есть, это совершенно такое, как бы, индивидуальное, персонифицированное рекомендации. Это один аспект. А второй аспект, вида пульс позволяет нам сформировать именно комплексный набор мер, комплекс целый мер. Но это в зависимости от того, чем вы занимаетесь, да, какие направления вашей деятельности, вы, естественно, приобретаете соответствующие реабилитационные блоки. Ну, вот в классическом понимании, как мы лечим, не важно, какое заболевание, ну, естественно, и простуду тоже. Мы даем рекомендации по здоровому образу жизни. То есть, это речь идет о диете, да, о правилах питания, там, о режиме дня, нагрузках, то есть, там, и так далее, и так далее. Мы назначаем человеку обычно курс аюрведической фитотерапии. То есть, там, какие-то лекарственные растения, то есть, или, там, многокомпонентные препараты аюрведические мы назначаем. Мы назначаем аюрведическую ароматерапию, то есть, вдыхание эфирных масел, но, вот, по правилам аюрведов. Мы назначаем какие-то оздоровительные процедуры, то есть, ну, опять же, в зависимости от сферы ваших интересов, да, это может быть, там, физиотерапия, герудотерапия, там, рефлексотерапия, аурикулотерапия, термотерапия и так далее, и так далее. То есть, поэтому в данном случае, вот, ведопульс, он реализует вот такой совершенно классический подход аюрведы. То есть, это два момента. Это, прежде всего, персонифицированность назначения, то есть, индивидуальный подход к пациенту. И второй момент – это комплексный подход. То есть, воздействовать на патологический фактор согласных направлений, разными факторами, как правило, такими натуральными, то есть, экологичными факторами. Ну, и поговорим более конкретно. Итак, образ жизни. Самое главное. То есть, соответственно, мы уже, как мы формируем индивидуальные рекомендации. Ну, вот здесь я показываю, да, мы включаем блок рекомендации, выбираем вкладку «Образ жизни». Ну, там, если вы аюрведой занимаетесь, то это аюрведой. Если вы занимаетесь традиционной китайской медициной, то соответствующая вкладка. И машина автоматически по произведенному обследованию формирует индивидуальные рекомендации по образу жизни. Вы их можете распечатать в том или ином виде, передать пациенту. Следующий момент. Ровно такой же алгоритм. То есть, мы хотим дать индивидуальные рекомендации по диете, персонифицированные, с учетом нескольких факторов, с учетом индивидуального состояния человека, причины его простуды, развития его заболевания. И как мы это делаем? Опять же, как всегда, выбираем блок рекомендации, в нем выбираем модуль диета и дальше мы пользуемся системным нозологическим фильтром. Ну, он, системный нозологический фильтр, он реализован по принципу МКБ, международной классификации болезней. То есть, поэтому мы сначала выбираем группу заболеваний. Ну, так как тема сегодня у нас простуда, мы выбираем заболевания бронхолегочной системы и лорорганов. Выбрали группу. И в этой группе мы выбираем уже ОРВИ, ну и здесь вот уже модное дополнение, в том числе коронавирусной инфекции. То есть, простуда входит в эту группу заболеваний, конкретно в этот под вид заболеваний. И, соответственно, дальше алгоритм формирует нам рекомендации по продуктам. То есть, по фруктам, по овощам, по зерновым, по бобовым, по молочным продуктам. То есть, он формирует три списка. Принцип светофора. Красные нежелательны. То есть, так и объясняем пациенту, что вот продукты, которые попали в красный список, нужно исключить. Если по каким-то причинам это невозможно исключить их полностью, значит, их нужно сильно ограничить. Что такое ограничить? Не часто и не по многу. То есть, ну, если раз в неделю вы скушаете одно яблоко, то мир не перевернется. Но если вы будете каждый день кушать по одному-два яблоко, то хорошего ничего не ждите. То есть, что происходит при запуске этого алгоритма формирования персонифицированной диеты? Формируются три списка. То есть, мы говорим, что красные нельзя, зеленые и желтые можно и нужно. Внутри списка продукты ранжируются. То есть, у них появляется вот такое числовое значение. Чем оно выше, тем данный организм будет оказывать более благоприятное, оздоровительное, реабилитационное воздействие на данного конкретного человека, которого мы обследовали. Более того, если какие-то продукты подсвечиваются жирным шрифтом, выделены, да, то есть, вне зависимости от их рейтинга, это говорит о том, что эти продукты обязательно должны быть в рационе данного человека, потому что именно они компенсируют выбранное нами заболевание, но в данном случае речь идет о простуде. Ну, вот здесь вы мелко, вы вряд ли это видите, но я просто зачитаю вам там, что при ОРВИ данному конкретному человеку, не абстрактному, да, это я взял конкретное обследование какое-то, ему будет полезно слива, чернослив, гранаты, как сладкие, так и кислые, вишня, клюква, ягоды кислые. Из овощей брюква, сельдерей, горчица, то есть, ну и так далее. Вот такой принцип формирования конституциональной диеты. Следующий момент, очень важный раздел, формирование индивидуальных рекомендаций по фитотерапии, да. Ну, мы понимаем, что лекарственные растения обладают очень большим потенциалом оздоровительным, то есть, и вот аппаратно-программный комплекс позволяет нам их точечно сформировать. Опять же, выбираем раздел рекомендации, выбираем модуль фитоэнциклопедии, и как мы уже знаем, выбираем на системно-нозологическом фильтре группу болезней заболевания бронколегочной системы и лорорканов, выбираем заболевание ОРВИ, и алгоритм формирует нам три списка зеленый, желтый, красный, то есть, он аранжирует лекарственные растения в зависимости от соотношения дождь, распределения энергии по меридианам и выбранного в системно-нозологическом фильтре заболевания. Принцип ровно такой же, как в диете. Светофор, то есть, лекарственные растения, которые попали в красный список, их нежелательно применять. Даже если они выделены жирным шрифтом, то есть, применяются при простуде, просто данному конкретному человеку они не принесут много пользы. То есть, имеется в виду, что да, они применяются при лечении. Ну, например, давайте такой вот яштиматху, да, или солодка, или она же лакрица, да. Ну, мы все с вами с детства знаем, да, все же болели, это уж простуды-то точно, да, что там мама в аптеку бежит, эту лакрицу заваривает, то есть, и всем, там, старшему, младшему, среднему, всем дает. То есть, да, будет полезно при простуде вата, питотипа, их сочетание, то есть, но если простуда капха-типа или сочетание, то есть капха присоединилась в виде лидирующей, доминирующей доши, как бы, помогать немножко будет, то есть, она будет делать два шага вперед и три шага назад, то есть, может, конституция будет нарушаться, просто капха увеличивает солодка, то есть, нельзя, сладкая слишком. Вот, такой момент, поэтому в данном случае комплекс позволяет нам сформировать совершенно четко тот список растений, которые могут применяться. Дальше вы уже смотрите, я сейчас не рассказываю вам о каких-то там кружевах, да, то есть, как их там можно в рецепт, там их, в какой форме их давать пациенту эти, эту информацию, это уже каждый для себя определяет, то есть, мы можем посмотреть, там, включить галочку, да, посмотреть, как она конкретно, данное растение будет воздействовать на баланс дождь, что понижать, что повышать будет. Более того, мы можем зайти в энциклопедию, посмотреть профиль этого растения, как с точки зрения, там, клинической западной фитотерапии, так и с точки зрения аверведы, мы можем посмотреть его, там, вкусы, воздействия на тхату, то есть, а так как нам комплекс помогает определить эти дисбалансы, поэтому мы можем выбрать из этого перечня уже настолько целенаправленно, заточено именно то растение, которое будет максимально снимать все дисбалансы данного человека. Поэтому, ну, конечно, фантастический уровень на самом деле. Дальше идем. Ровно такой же подход для формирования рекомендаций по ароматерапии. То есть, абсолютно аналогия. Выбрали раздел рекомендаций, модуль арома энциклопедия, выбрали системно-нозологический фильтр, группу заболеваний, то есть, установили конкретные заболевания. И алгоритм сформировал нам также три списка с теми эфирными маслами. Он их разложил по определенному рейтингу, которые там полезны, которые еще более полезны, которые нежелательно применять. И внутри этих списков он нам определил их рейтинг и более того, какие эфирные масла применяются при простудах. Я очень люблю ароматерапию, особенно при простудных заболеваниях. По-моему, он замечательно работает, поэтому очень рекомендую. То есть, дальше посмотрим. Вот рецептика. Все ровно так же. Алгоритм совершенно такой же. Единственное, что у нас добавляется, что здесь мы должны выбрать компанию, производителя того или иного препарата. То есть, мы выбрали раздел рекомендации, а вот здесь мы выбираем сначала компанию. Я здесь для примера выбрал Хималайю, распространенная известная компания, которая достаточно широкий ассортимент. Дальше мы выбрали системно-нозологический фильтр группы заболеваний, то есть заболевания бронхолегочной системы и лорорганов и установили конкретное заболевание ОРВИ, которые соответствуют нашей теме простуды. Точно так же сформировался список лекарственных препаратов. То есть, их рейтинг отразился. Те, которые соответствуют нашему системно-нозологическому фильтру, подсветились жирным шрифтом. Все ровно так же. Очень замечательный блок. Рекомендую. Сам его использую. Ну и немножко, понятно, что я не знаю, какие направления терапии вы используете в своей деятельности. Но опять же, я считаю, что это большое достоинство данного диагностического комплекса, то, что его можно набирать по модулям поблочно. Ну, понятно, что есть какие-то определенные финансовые рамки. Поэтому каждый человек может в соответствии со своими интересами, со своей сферой деятельности взять то, что ему нужно, и не брать ничего лишнего. Опять же, здесь я хочу вам показать принцип, как формируются индивидуальные рекомендации по КВЧ-терапии. То есть, терапия крайне высокие частоты. Все ровно так же. То есть, механизм тот же самый, только немножко иной иной момент выдачи информации. Выбрали раздел рекомендации, выбрали раздел, я здесь не обозначил, прошу прощения, физиотерапия, вкладка, вернее, модуль физиотерапия. В модуле физиотерапия выбрали КВЧ, то есть, воздействие на биологически активные точки крайне высокой частотой. Дальше, установили время, когда мы будем проводить оздоровительную процедуру, потому что здесь в алгоритме включено еще биоритмология, то есть, она с учетом еще, скажем, природных каких-то ритмах определит рецепт. И точно так же выбрали группу заболеваний и выбрали непосредственно заболевания. Причем вот здесь, конкретно в данном модуле, не удивляйтесь, здесь есть подраздел, то есть, вот я выбрал заболевания бронхолебочной системы и лорорганов, то есть, группа, она нам знакома уже по другим модулям, да, а вот сам болезнь, здесь вы, наверное, не увидите мелко, здесь написано ОРВИ, ОРЗ, продрамальный период и пояснение, первые часы заболевания, то есть, предболезнь, так называемая, когда еще не сильно манифестирует, когда, знаете, как бывает, там, ноги промочил, там, доход, продрог, то есть, и вот, вроде начинается, а может, не начнется. Вот тогда выбираем вот этот режим, а если и есть, уже выраженный, то есть, уже развившийся, то есть, поэтому здесь вот такая дифференциация некая есть. И дальше алгоритм формирует нам совершенно четкий рецепт, ну, вот он рассчитан на пять дней, то есть, первый, второй, третий, четвертый, пятый день, и здесь некая совокупность биологически активных точек, на которые нужно воздействовать вот этим вот КВЧ, ну, назовем его, ладно, КВЧ-электрот, он правильно называется КВЧ-излучатель, вот так, что-то не сказал, электрод, КВЧ-излучатель. То есть, опять же, здесь есть вшита некая справочная энциклопедическая система, то есть, если я курсором там ткну на той или иной биологически активной точке, вот ее обозначение тут и есть, да, то с левой стороны в окошке откроется иллюстрация, где будет показано, как эту точку найти, то есть, и дальше вы располагаете излучатель на данной биологической точке и включаете прибор КВЧ-терапии, то есть, очень рекомендую, ну, мне нравится, то есть, я на себе пробовала, и на пациентах практикую, то есть, мне нравится этот метод. Ну, и в завершение нашей беседы, да, наверное, в завершение, я хочу сказать, что просто уже, так, скажем, для общего, что называется, понимания, в общем развития, то есть, ну, те многокомпонентные препараты, которые, на мой взгляд, то есть, ну, в моей практике, хорошо себя зарекомендовали в компенсации простудных заболеваний, в оздоровлении, то есть, вот особенно, если там, вот, знаете, бывает там часто болеющие дети, часто болеющие взрослые бывают простудными заболеваниями, то есть, вот эти препараты, которые вы видите на этом слайде, это, конечно, знаменитый Чаванпраш, там, да, то есть, который, по сути, является бронхолегочным тоником, иммуномодулятором, противовоспалительным средством, поэтому я для чего это показываю? Вот, не случайно мы с вами рассматривали показатели вот эти, как бы, функционального состояния. Вот видите вы у человека, что, ну, превышенный у него порог воспаления. Все, значит, нужно назначать какое-то средство, которое, ну, помимо всего прочего, там, то есть, допустим, низкий Тотер Пауэр, низкие адаптационные возможности, воспалительный компонент есть, ну, вот можно назначить Чаванпраш, который является и тоником адаптогена, да, то есть, он поднимает жизненные силы, в то же время он обладает противовоспалительным средством, то есть, мы, как бы, сразу двух зайцев убиваем, то есть, вот. Потом мы очень люблю ситополаде черный, такой, ну, классический, да, вариант, кстати говоря, он зашит, как и Чаванпраш, он присутствует в базе знаний аппаратно-программного комплекса Ведопульс. То есть, очень люблю ситополаде черный, особенно, если это, там, это кашель, там, неважно, какой там продуктивный, непродуктивный, сухой и влажный, особенно, если болит горло, ну, вообще, такое вот гриппозное это состояние, да, ломата, то есть, это паладе черный хорошо помогает, классический такой многокомпонентный препарат. Соджевание в вате, то есть, причем, вот эти вот все, вот эти препараты, три, которые я сейчас вам показал, то есть, их производят многие аюрведические фармкомпании, то есть, поэтому я здесь какие-то такие выбрал, но, которые наиболее часто встречаются в России, но на самом деле вы можете вполне встретить их, очень многие компании производятся, потому что такие, ну, классические препараты, Соджевание вате, это вот тоже, там, простуда, эрвио, эрзэ, грипп, то есть, вот такие вот моменты. Ну, и вот конкретно, как иногда говорят, патентный препарат, да, имуджин, это уже конкретная компания Шри Шри Татва производит, то есть, тоже хороший иммуномодулятор, то есть, такое хорошее противовоспалительное средство. Кроме того, очень популярен в России, ну, вот я смотрю по своим пациентам, то есть, по динамикам продаж магазинов, то есть, очень популярен Три Шу компании Занду, то есть, очень хороший препарат, комплексный такой, вот все эти простудные заболевания. Дальше, для местной терапии, то есть, может применяться Анну Таиланд, то есть, капельки, да, или, если есть вот этот вот, ну, совершенно четкий компонент риносиносопатии, там, каких-то фронтитов, гайморитов, тогда, вот, может и есть смысл Шадбинду Таиланд, то есть, более заточенный, применять. То есть, это для проведения вот этой, так называемой, наси. Есть профессиональная наси, когда заливается это масло в носовые ходы, или домашний ее вариант, то есть, просто закатывает, человек самостоятельно закатывает, там, в ближайшее положение, ну, то есть, эта процедура несложная, описана. На самом деле, даже просто, вот, если вы в простудный период выходите на улицу, просто даже, там, смазывание слизистых масла Ману Таиланд, Шадбинду, очень серьезно улучшает состояние слизистых и создаёт такой некий барьер, плёночку для проникновения инфекции. То есть, многие люди даже в коронавирус применяли, и, в общем-то, или совсем не заболели, или перенесли очень легко, поэтому очень рекомендую эти средства. Вот, друзья мои, собственно говоря, это всё, что я планировал вам сегодня рассказать. То есть, здесь какая-то информация по моим контактам, если будут какие-то вопросы, вы можете со мной связаться. Вот, а я пока попробую посмотреть, что там у нас с вопросами. Можно уточнить, какие средства вреда можно применять при аутоиммунной патологии? Да, я об этом немножко сказал, то есть, нужно, если так вот говорить, общо, да, то есть, такой классический подход, горькие тоники, скажем так. Это вот, ну, один из самых известных, таких вот распространённых в России, доступных, это НИМ, то есть, вот, из наших, таких европейских, да, там, одуванчик, вот, то есть, горькие тоники. НИМ вы используете при вирусных инспекциях, опять же, Игорь говорит. Вы знаете, честно говоря, в чистом виде нет. В чистом виде нет, ну, почему? Вы знаете, я больше использую всё-таки многокомпонентные препараты. И вот даже те препараты, которые я вам показал, вот сейчас я отверну назад, да, вот они, многие включают в себя этот НИМ. Опять же, НИМ я вам, как бы, есть три препарата в России, которые очень популярны и неправильно применяются. Это Ашваганха, НИМ, Шатавари. То есть, люди читают их описание и применяют их чисто по описанию, то есть, имитируя, вот, подход к западноевропейской клинической фитотерапии, да, то есть, если эта трава подходит для такого, лечит такое заболевание, знаешь, что я его применяю. Аюрведа, она сложнее в этом смысле, она индивидуально подходит, да, Ашваганху нельзя при дисбалансе Питадоши, НИМ нельзя при дисбалансе Ватадоши, Шатавари нельзя при дисбалансе Капхадоши. Но так как люди в большинстве своём, ну, имеют слабое об этом представление, а лечиться хочется, да, они начинают это, в общем-то, применять бездумно. Поэтому, вот, с нимом будьте осторожны. Если вы обладаете аппаратно-программным комплексом, где, допустим, вы таких ошибок не допустите, а если, как бы, нет вот этого понимания, да, там, то, конечно, здесь надо осторожнее. Поэтому при вирусных, в чистом виде, я, как правило, НИМ не применяю, могу применить, если есть ещё, там, допустим, проблемы с кожей, какие-то ещё проблемы, ну, чтобы уже так вот сразу навалиться, так навалиться. Ну, и опять же, повторюсь, только при, если это, в основном, пито-капхадис-балансе. Ольга спрашивает, какой модуль видопульс использовался? А многие использовались, то есть, я здесь вам показал примеры, это модули какие? образ жизни, диета, фито-энциклопедия, аромо-энциклопедия, что ещё здесь, КВЧ-терапия, то есть, это вот то, что я вам показал. То есть, я, может быть, неправильно понимаю вопрос, то есть, комплекс видопульс имеет диагностические модули и реабилитационные модули. И вы, в зависимости от своих финансовых возможностей и сферы своих интересов, вы набираете её, как вот то, что вам нужно в диагностике. Потому что я вот не все использую модули, то есть, что-то у меня и нет. То есть, хотя у меня их достаточно много, потому что у меня всё-таки, я там, почти 13 лет использую. То есть, за эти годы я, конечно, там, набрал уже определённую. Вот, поэтому, в данном случае, я использую много-много модулей. То есть, диагностические, это и недавно было, и классические. Поэтому здесь надо смотреть, Ольга, что конкретно, чем вы занимаетесь, что вы планируете. Вот, вроде бы ответил. Так, больше вопросов здесь не вижу. Сейчас ещё на всякий случай в чате посмотрю. Так, 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 здесь тоже вопросов нет. Ну, друзья мои, я благодарен вам за проявленное внимание, за то, что вы уделили время нашей теме. Благодарю организаторов за предоставленную площадку и возможность с вами встретиться. Вот. Желаю вам здоровья, успехов. И тут вдогонку вопрос, вот, надежда. Для неврачей можно использовать магнитную терапию. Смотрите, здесь это такой немножко юридический аспект, да. Поэтому вот в системе образования вида пульса есть соответствующие, были соответствующие лекции на эту тему. То есть, просто это больше юридический аспект. То есть, как вы заявляете свою деятельность. Дело в том, что есть товар, список товаров и услуг медицинского назначения. То есть, если вы их оказываете, да, в формулировках именно таких, как такие предыдущие документы, значит, вы занимаетесь медицинской деятельностью. Значит, вы обязаны иметь лицензию на это. Что такое иметь лицензию? Это целый, нужно выполнить целый набор лицензионных требований. То есть, это должно быть соответствующее образованию персонала, соответствующее помещению, которое соответствует требованиям СЭС, да, то есть, там и все такое, то есть, вот. Ну, а если вы выполняете какие-то услуги и работы, которые не входят в этот перечень, то значит, ну, как бы лицензированию вы не подлежите. Поэтому в данном случае, вот, магнитная терапия, она есть лицензированная, то есть, есть не лицензированная. Поэтому здесь очень важный вопрос, он больше юридический. Как вы это будете называть? Если вы будете называть это магнитная терапия, то, скорее всего, это не очень хорошо. А если вы будете это называть магнитное оздоровление, то это вполне может пройти. Поэтому, ну, здесь это, конечно, не очень к нашей теме, то есть, ну, я говорю, что, посмотрите, есть соответствующий вебинар был на эту тему, читал его компетентный специалист в этом вопросе, президент Российской Ассоциации Народной Медицины. Он здорово в этом разбирается, он, вот, очень советую найти этот вебинар. Друзья, время наше вышло. Спасибо большое вам за внимание. Всем здоровья и успехов. И не болейте простудой. До свидания. Всего хорошего. Всего доброго.